Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов. Виктор Матес родился 13 февраля 1809 года, а умер 7 июня 1897. Был французским фресковым художником, живописцем и портретистом. Я беру данные из переводной википедии, каких-то интернет-изданий. Он родился в Лиле, его отец был увлечен искусством и сам был художником. Учился на курсах экология дизайн в Лиле и работал под руководством своего отца и его друзей художников, таких как Эдуард Ленар, ученик Жак-Луи Давида. Вернулся в Париж с 1828 по 1829 год, чтобы поступить в школу изящных искусств. Сначала учился под руководством Франсуаза Эдуарда Пико, затем как свободный ученик Доминика Энгра, знаменитые художники. Семья Матес была очень религиозной и преданной дому бурбонов, поэтому июльская революция 1830 года стала для них катастрофой. Виктор был снова отозван в Лиле своим отцом и вскоре после этого женился. Оттуда он совершил много путешествий, из которых наиболее продолжительным и заметным было путешествие в Италию, где он стал считать старых мастеров абсолютными мастерами живописи. В Риме он снова встретил Энгра. Энгра очень любил его и часто давал ему советы. Во время этой поездки в Италию Матес очень заинтересовался фресковому искусству, нарисовал свою жену в этой среде, показывал эту работу Энгру. Позже эта работа была передана в Лувру двумя братьями Матеса. Вернувшись во Францию в 1838 году, Матес открыл магазин в Париже и не вставлялся в парижских салонах, особенно все больше и больше обращаясь к забытому жанру фресок, особенно религиозно. Он перевел трактат фарентийского художника XIV в. Чинина Чинини и научился его техникам. Его самая замечательная работа, эта работа для церквей, это была в 1840-х годах, которыми восхищались Энгра и Дилла Круа. В значительной степени эти фрески сейчас утрачены, за исключением святого Мартина, разрезавшего свой плащ надвое в церкви, святого Герман Ауксириос. Похоже, так звучит. В те же годы он часто посещал один из салонов, где собирались писатели и художники того времени. Сохранился его эскиз к портрету Виктора Югу. Он создал две фрески для этого салона, который был разрушен в 1854 году. После революции 1848 года Маттез отправился в Соединенное Королевство и создал несколько портретов британской знати и деятелей, а также министра изгнаний Франсуа Гизо, который был выставлен в салонах Королевской Академии. Был прекрасным портретистом на протяжении всей своей карьеры, вернулся во Францию в 1853 году и работал в Дилла Круа. Женился трижды Джули от ДВР, она известна по портретам Маттеза Маслом. Джорджиана Пейдж, на котором Маттез женился в Соединенном Королевстве, от которого у них родился сын Анна Риполь Маттез, который также работал художником. И Мадлен Джозефин Бонасси, от которого у него был еще один сын, контр-адмирал Жан Маттез, который стал начальником военного персонала флота, командиром Средиземной школы и заместителем Генерального государства флота. Вот так написано, что это такое, я не знаю. И у кого-то, возможно, это какие-то моменты перевода. Виктор Маттез умер 7 июня 1897 года в Евреи. Вот так вкратце, конечно, все, что мне удалось найти. Это машинный перевод, поэтому я зачитываю с машинного перевода. Что-то, конечно, скоряво, видимо. О Викторе Луи Маттезе. Это французский фресковый художник, живописец и портретист. Пока-пока, до свидания, всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok